Донецкая музыка Гражданский переводит на красный свет. Понятно. Человек, который платит по пьесе замечательного драматурга, одного из сильнейших в мировой драматурге, Евжемиака. Спектакль получился достаточно интересным. Он, с одной стороны, легко воспринимается, с другой стороны, он поднимает очень важные проблемы для каждого из нас. Здесь и деньги, здесь и власть, здесь и любовь, чувства. Вот это все очень хорошо переплетено в данном произведении. Здесь достаточно известная, можно сказать, легендарная. Давно хотелось поставить спектакль по этому материалу. В первую очередь потому, что хотелось бы, наверное, в наше непростое время напомнить нашим зрителям и всем жителям нашей республики о том, что, несмотря на все, что происходит, все-таки мы остаемся живыми людьми, потому что спектакль преисполнен чувствами. И это основная тема. Напомнить всем нам, что мы умеем чувствовать. Ив Жамиак – один из лучших современных французских драматургов. Он работал во многих жанрах. Среди его пьес были развлекательные комедии и серьезные драмы, как на современные, так и на исторические темы. Многие из них с успехом идут в театрах разных стран мира. Ничего не меняли, в отличие от других известных театров и так далее. Все практически до буквы, так, как это видел сам автор. Очень хорошо, на мой взгляд, представлено нашим режиссером Владимир Юрьевичем Быковским. Его хорошо знают наши зрители по таким спектаклям, как «Не все коту масленица», «Детский сад номер» и многие другие. Вот, мне кажется, здесь это определенная этапная для него работа, поскольку драматургия очень качественная, очень хорошая, но достаточно сложная. Режиссер спектакля решил отойти от заявленного жанра комедии и определил собственный мозаика чувств. Здесь не хотелось бы испугать зрителя, потому что, на самом деле, если говорить по учебнику, то это трагикомедия. Очень часто зрители пугаются первой части этого слова. На самом деле, это очень светлая история, очень добрая, позитивная, где люди смогут и посмеяться, и задуматься, и порадоваться за других, испытать те чувства, которые мы испытываем, глядя на счастливых людей, которые нас окружают. Ну и, конечно же, очень непростой сюжет, не хотелось бы его рассказывать полностью, но интрига достаточно интересная. Здесь очень интересно выстраиваются человеческие отношения и интересен финал. Я думаю, что каждый его воспримет по-своему. Это ирония и моментальное переключение от очень смешного в очень грустное и глубокое и обратно. То есть мы старались сохранить французский шарм этой пьесы, этого материала. Постановки заняты как опытные артисты, так и совсем юные. Здесь звезды сошлись. На данный момент и исполнители, которые, я считаю, у нас говорят, да, в десяточку по составу, по распределению. Ну и, собственно говоря, мы как-то, наверное, доросли до такого материала. В спектакле задействованы необыкновенные декорации, которые словно сами герои подчиняются заданным правилам. Разработаны уникальные сценические образы. Нас, как всегда, продолжает удивлять главный художник нашего театра Руслан Иванович Фодиенко. Здесь на сцене только в части оформления 335 пазлов, которые складываются в такие яркие картинки. Собственно, это те чувства и эмоции, которые переживают наши герои. На самом деле пазлов гораздо больше, там еще много на полу, можно пересчитать. Очень хорошая работа художника по костюмам Ольги Кузнецовой. Я тоже думаю, зрители это заметят и оценят. И пластика Зои Маслей, хореографа нашего театра. Спектакль рекомендую смотреть всем, людям любого возраста. Каждый найдет что-то для себя особенное. В этом театральном сезоне будем удивлять разнообразием, поскольку у нас будут разные режиссеры. И я думаю, что нашему зрителю придется по вкусу такое вот режиссерское разнообразие. Это все-таки и другая режиссерская школа, и свои методы работы, свои подходы. Мне кажется, это будет очень интересно. Субтитры создавал DimaTorzok